В совершенно любой ОС, будь то Windows, Linux или вообще macOS, кроме экрана загрузки существует и экран входа в аккаунт. В первых версиях Windows экрана входа не было, да и о как таковой системе аккаунтов тогда еще никто не заикался в принципе. Впервые аккаунты как таковые появились в Windows NT 3.1 Workstation. Перед входом в систему нужно было в обязательном порядке нажимать сочетание клавиш Ctrl-Alt-Del. В поздних версиях линейки Windows NT данная возможность станет опциональной. Но Windows NT на первых порах все-таки была предназначена сугубо для корпоративного сектора, и в домашнем ПК данную систему ставить не имело смысла из-за различия между ядром, архитектурой и прочими проблемами. Для пользователей 16-битных версий Windows системы аккаунтов не было. Она появилась в Windows 3.11 для рабочих групп, и то, если вы устанавливали поддержку сети и драйвера к вашему сетевому адаптеру. Далее экран входа с годами менялся, пока в Windows XP не было введено такое понятие как экран приветствия. Данное нововведение принесло возможности быстрого переключения между пользователями, да и вообще, благодаря экрану приветствия система стала выглядеть и красивее, и презентабельнее. Если в Windows XP была возможность выбора варианта дизайна входа между экраном приветствия и классическим вариантом из старых Windows NT, то начиная с Windows Vista и последующим приведенным там редизайном, который коснулся экран входа, классический вариант был убран окончательно. Казалось, ну и фиг бы с ним. Но оказывается, нашелся тот человек, которому, кажись, нравился старый дизайн входа, и он, по сути, вернул его в систему. Только он написал полностью свою программу, которая повторяет оригинальный дизайн, но не важно. Человек с никнеймом Magic Meme XV, или же Magic Meme 15, на форуме WinClassic создал программу под названием Classic Logon Shell, который заменяет экраны блокировки и входа в современных Windows на тот, который был в старых версиях. Но кроме этого, программа содержит еще кое-какие интересные фичи, которых в оригинальном классическом экране входа не было. Некоторые в комментариях уже могут написать, а-ля, а для чего или зачем это некрофилия. И давайте серьезно, для кого-то это может показаться действительно видом некрофилии, а для кого-то это будет казаться интересным и полезным. Но все же, почему бы и не посмотреть на итоговую работу данного разработчика и, собственно, оценить ее? Как оказалось, во время изучения я выяснил, что у данной программы имеется еще и свой официальный сайт. Последняя версия здесь значится как 1.1, и она вышла, на момент создания этого видео, 28 ноября 2022 года. Самая первая версия это RC1, которая увидела свет в июле 2022 года. На официальном сайте здесь можно скачать какие-нибудь языковые пакеты или темы к программе, но на данный момент их очень мало. Ну а сейчас можно приступить к установке. Перед установкой программы я хочу сказать, что здесь все показывается исключительно в образовательных и демонстрационных целях, а все показанные действия проводятся исключительно на виртуальной машине. Установка здесь очень простая. Нас только попросят прочитать лицензионные соглашения и указать путь для размещения этой программы, а все остальное установщик делает самостоятельно. Во время установки также устанавливается .NET Framework 4.8, так как программа написана на платформе .NET. После установки на рабочем столе мы видим созданный ярлык под названием Classic Logon Shell Customizer, этакий пульт управления данной программой. Интерфейс программы здесь тоже прост. Здесь мы можем выбрать язык и тему, настроить сам Classic Logon Shell, например, отключить кнопки отмены и закрытия, включить анимацию полоски, вернуть обязательно нажатие комбинации клавиш перед входом и кастомизировать поле ввода имени пользователя. Платформа переводов здесь устроена совсем легко, все текста хранятся в одном ини-файле с именем языка. Темы также легко делаются, находятся в одном каталоге с программой и даже напрягаться не надо. Окей, хорошо. По настройкам мы прошлись, но как нам увидеть это вот все? Нужно просто выйти из аккаунта или нажать комбинацию клавиш Win плюс L. И вместо экрана блокировки мы видим запрос на нажатие клавиши, чтобы начать совершать вход. Плашки в этой программе заявляет, что перед нами сейчас это Windows NT Workstation 10.0. И это, как по мне, является хорошим стебом над реальностью, учитывая тот факт, что мы проверяем программу на Windows 11. А, собственно, Windows 11 основана на ядре Windows NT 10.0. Честно, я заценил. Нажимаем заданную клавишу и мы видим тот самый классический вариант входа. В настройках мы задали отключение кнопок отмена и закрытия. И, как видите, заданные настройки работают. Кнопки недоступны. При нажатии кнопки ОК происходит вход в аккаунт. И вот, мы без проблем вошли в систему. Но, увы, в программе не все так гладко, как нам может казаться, поэтому самое время перейти к багам этой программы. Но я нашел всего лишь один баг. Если мы в настройках не задаем обязательное нажатие клавиш для продолжения входа, полностью выходим из системы и входим обратно, то мы обратно в систему банально не войдем. При этом не будет никакой ошибки или же возможности как-то вызвать командную строку. Мы, по сути, будем в тупике. А если мы перезагрузим систему, то вход срабатывает идеально, пусть и с другим мелким багом, но все же не очень приятно. Программа также исправно работает и на Windows 10. И что удивительно, никаких багов в ней не наблюдается. Тут даже будет что-то подобие бонуса в виде старого дизайна окна завершения работы системы. Но на Windows 7 даже не пытайтесь ставить. Программа так-то будет установлена, но она не будет работать из-за отсутствия необходимого ей логан UI. И что же в итоге? Ну, допустим, мы рассмотрели программу, которая заменяет современный экран входа на более старый вариант из прошлых Windows NT. Но только вот смысл в этом всем непонятно. Но как вариант чисто поразвлекаться, то почему бы и нет? А что вы думаете об этом? Пишите в комментарии. А на этом все. Ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый интересный контент. И помочь достичь 50 тысяч подписчиков. Ой. В общем, огромное вам спасибо за просмотр. И спасибо донатерам, которые поддерживают канал. До новых встреч. До новых встреч.